Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, с вами Александр Шадов. Восьмикратно приветствую ищущуюся смесью бизнес-тренингов, тренингов личностного роста и самых пошлых философских банальностей, которые только можно себе вообразить. Олег точно не оригинальный мыслитель, но в такой же степени он отвратительный специалист в тех темах, которые затрагивает. Я думаю, будет довольно интересно разобраться с этим. Да, вот и я. Вот и я. Продолжаем разбирать тексты с паблика письма к самому себе Олега Цендровского. И вот один текст меня прямо задел за живое. Это действительно, ну, довольно-таки странный текст. Какие книги учат мыслить и как их читать? 15 работ, дающих точку входа в философию. Слава богам! Олег не записал аудио, поэтому мы не будем его слушать. В прошлый раз с этим возникли некоторые трудности. А вместо этого мы довольно-таки быстро пролистаем статью и посмотрим, какие же книжки нам нужны для того, чтобы, ну, обрести вот этот самый вход в философию. Ну, и можете сравнить, кстати, с тем видео, которое я записал на эту самую тему и сравнить с моей статьей, между прочим, которая тоже посвящена данному вопросу. И понять, что она была намного обстоятельнее. Смотрим. Тут, во-первых, правило того, как нужно читать книги, да. Одним из древнейших способов добычи золота является так называемая промывка или намывание. Да, мы намываем. Замечательно. Тоже давайте сравним это с моим текстом, посвященным, да, подходом к чтению. Да, здесь у нас вместо этого намывания. Множество людей испытывают отторжение книгам, идеям, мировоззрениям, которые сколько-нибудь существенно не соответствуют их собственным. И это же самое потом нам покажет Олег, вообще-то, в своих ответах своим оппонентам и так далее, и так далее, и так далее. Но Олег, в принципе, один из этих людей, которые испытывают отторжение книгам, идеям и мировоззрениям, которые сколько-нибудь, вот чуть-чуть, чуть-чуть отличаются от его мировоззрениям, хоть чуть-чуть, хоть чуть-чуть, совсем немножко критикуют его, вот уже ему не нравится. Да. Более современного человека все более и более усугубляемые технологии, имеют деградации способности сосредоточения. Ну, в общем, банальные вещи. Нужно уметь сосредотачиваться, промывать, промывать тесто. Да. И герметический круг, конечно же, нужен. Без него, ну, никуда. Никто не умеет читать тексты без герметического круга. Вот пока не придумали герметический круг, все было очень плохо. А потом, потом пошло хорошо. Поехали. Тексты, которые следует прочитать для входа в философию. Первый текст. Артур Шопенгауэр. Афоризмы житейской мудрости. Самый отстойный текст Артура Шопенгауэра, который можно представить. Самый нефилософский текст Артура Шопенгауэра. Самый пустой текст Артура Шопенгауэра. Мир, как воля представления, отличный текст. С него начинать, ну, наверное, с этим можно. Это не самый сложный философский текст. В нем все вполне так себе умеренно. Это хороший текст. А про четвероякий кури я бы, например, Артура Шопенгауэра не посоветовал. Да, я и сам его читал один раз, и тоже довольно-таки давно. Текст специальный, сложный и посвящен логическим проблемам. Ну, не только логическим, но он действительно довольно-таки сложный. Тем более для входа в философию. Эристика Шопенгауэра потрясающий текст. Но советовать его читать я бы тоже не стал. А вот афоризмы житейской мудрости, это, наверное, один из тех текстов Артура Шопенгауэра, который, в принципе, вообще можно не читать. Не для входа в философию, не для выхода из нее. Ну, вот вы начнете с этого первого текста. С чем вы там столкнетесь? С морализаторством, да. С такими не очень глубокими, в общем-то, позициями. Ницше в итоге оказывается значительно глубже, например, о своих афоризмах. Афоризма Шопенгауэра — это не самое лучшее, что вообще может быть. К сожалению. К сожалению, Шопенгауэр — не величайший афорист, как его ученик Ницше. И входить в философию через афоризм и житейская мудрость, это значит, ну, просто взять и оттолкнуть человека от философии. Да-да-да-да-да. Продолжаем. Фридрих Ницше. Человеческое слишком человеческое. Мне не нравится порядок. Почему первый Шопенгауэр? Почему второй Ницше, где другие тексты, которые по порядку должны быть бы, ну, всё-таки, первее. Почему именно человеческое слишком человеческое? Там, между прочим, очень много таких достаточно крупных пассажей, которые читатель, ну, скорее всего, поймёт, но их читать будет довольно скучно. Человеческое слишком человеческое — довольно-таки такой масштабный текст. А вот другие тексты, которые потом будут хорошим отравленным функтом. Вот для Ницше. Весёлая наука по ту сторону добра и зла, так говорил Заратустра. Ну, вот так говорил Заратустра, это полухудожественное произведение. Наверное, для входа в философию, для нехристиан можно было бы посоветовать. Для христиан категорически нет, потому что в четвёртой главе там просто вот высмеивается христианство. И многие похожи на неё религии, на него религии, на христианство. Поэтому, ну, тоже довольно-таки странный совет, так говорил Заратустра. Начинать с Ницше философию довольно-таки тяжело, потому что ничанский проект — это проект критический. Это проект неспровержения этики, это проект неспровержения отчасти даже метафизики и антологии. И Ницше начинает этот проект, и этот проект распространяется уже в континентальной философии дальше, через других деятелей немецкой философии, и не только немецкой. Большинство мыслителей XX века, то есть постмодернисты, то есть, не знаю, немецкие философы вроде Хайдегера, так или иначе отсылают нас к Ницше. И в этом смысле, вот многие, наверное, замечают этот упадок философии, говорят упадок подмодернистический, мы живём в эпоху постмодерна, как это плохо, как это, да, и хорошо. Вот Ницше это, считайте, начал, по сути. И действительно, у Ницше довольно-таки специфические взгляды, и до них нужно ещё дойти. И для того, чтобы дойти до взглядов Ницше, нужно многое прочитать. Я тоже начинал с Ницше, я не считаю, что это было правильно, между прочим. Философия Ницше, она довольно-таки специфическая. И она не даст вам представления о том, что такое философия. Притом Ницше очень часто называет себя нефилософом, даже антифилософом, но то есть довольно-таки сомнительный выбор персонажа в качестве основного для ознакомления. Да, Сеника. Нравственные письма к Луццу не читайте. Вообще не можно, их можно вообще не читать. В принципе, они не имеют никакого отношения к серьёзной философии. Ну, чё там написано. Нравственные письма к Луццу Косеники принадлежат к одним из самых известных и удопочитаемых источников по философии стоицизма. Ой-ой-ой, даже у стойков на самом деле есть работа поинтересней. Написанная прекрасным слогом в форме писем к ученику и другу. Да-да-да, книга представляет собой призыв к обретению самого себя, но это важная проблема для философии, конечно, и освобождению от страха смерти, пустых занятий, ложных мнений и желаний. И, в общем-то, Сеника, по сути, пересказывает позицию стоиков, и поэтому он стоик, и ничего интересного там, в принципе, нет. Если вы уже знакомы с учением стоиков, читать вот этого персонажа, ну, наверное, не стоит. Причем поздние стойки делают акцент в основном именно на нравственность. Это еще как бы удешевляет их философию поздних стоиков. Если вы не занимаетесь этикой, если вам малоинтересна этическая проблематика, то этот текст вполне можно пропустить. Особенно, если вы не профессиональный философ. Ну, то есть, если вы не любите философию, если вы там не собираетесь профессионально ей заниматься, этот текст может подождать на полочке, очень долго подождать, причем. Это не основополагающий текст Древней Греции. Диоген Лаерский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. Этот текст абсолютно согласен, должен быть прочтен всеми людьми, которые желают заниматься философией, которым интересна философия, которых так или иначе интересует. Она не философская, между прочим, но она хорошая. Она хорошая, она интересная, она знакомит нас с, в общем-то, с древней философией до Сократа, с сократиками, с постсократовской философией до Эпикура. Очень-очень хорошо. Очень интересно. Замечательно. Еще там много смешных анекдотов, которые черпают практически все преподаватели по философии, потом их пересказывают и устраивают хохмы на занятиях. Такое иногда бывает. Платон-диалоги. Ну, Вайтхеда зря процитировал вся история философии. Это заметки на полях сочинений Платона. Я считаю, что это абсолютно неправильное утверждение. Ну, Вайтхед, поскольку он отчасти основывал свое учение на философии Платона, ну, наверное, все-таки действительно мог бы так считать и, наверное, имел для этого определенные соображения. Но, не. Но при этом читать Платона, конечно же, стоит. И, прежде всего, обратите внимание не на все платоновские диалоги. Никогда не обращайте внимание не на все платоновские диалоги. Государство. Прежде всего, государство. Нужно просчитать. Обязательно нужно просчитать. Много и множество философских дискурсов, связанных с ними темей. Очень популярный диалог ТЭД. ТЭД, очень популярный диалог. Софисты, Горги Протагора, хорошие тексты. Да. Ну, один из моих самых любимых, это текст про Парменида, но он сложный. Если хотите что-то интересное, такое сложное, прочитать, это, конечно же, Протагор. Диалог Платона Протагор. Многие другие диалоги, в принципе, можно не читать. Если вы не профессионал. Читать все диалоги Платона, ну, наверное, не имеет смысла. Особенно в современности. Всем поголовно. Государство. У Платона осильте государство, и уже этого будет довольно-таки много. Эрик Фром можно не читать. К философии имеет довольно посредственное отношение. Марксист. Марксист. Кстати, Олег не любит марксистов, почему-то не упоминает их, но при этом Эрик Фром ему нравится, а Эрик Фром марксист. Психоаналитик. Психоанализ не считается наукой, но наука нравится Олегу, и при этом как-то, ну, мешанина в голове у человека. Ну, вот, Эрика Фрома можно не считать вообще, в принципе. Если вам не нравится психология, психоанализ, если вы не стремитесь к познанию каких-то психоаналитических основ, если вам не нравится марксизм, Эрик Фром не для вас. Нет, нет. Проходите мимо Эрика Фрома. Ну, это вообще не передовой автор, и ознакомление с его идеями вам ничего не даст в понимании философии. Это точно не один из первых текстов, с которым нужно ознакомиться. Это уж точно. И он точно не служит для вхождения в мысль. Олдис Хаксли, Контерпун, ну, все отлично, замечательно. Литература, просто пошла литература теперь. Просто художественная литература, замечательно. Эпиктет, тоже можно вообще, в принципе, не читать. Нравоучение. Поздние стойки, нравоучение, читать Эпиктета и, боже мой, Синнику, ну, да ну. Да? Ну, зачем? Хунь Цзэчэн читать не обязательно, тоже. Ну, это просто Олегу нравится, нравится вот этот текст, вкус корней. Он хороший, текст хороший, между прочим, замечу, текст мне тоже нравится. Текст приемлемый, текст примечательный. Ну, разве это тот текст, который должен быть прочтен для ознакомления с китайской философией? В первую очередь, да ну, да ну. Лао Цзэ, Джуан Цзэ, не знаю, суждение и беседы, конфуция, нет? А, нет, вкус корней, вкус корней, да, да, вкус корней, да, конечно. В 17 век же, все-таки, да. Чтобы познакомиться с китайской философией, давайте сразу нырнем в 17 век. Достоевского для ознакомления с философией можно не считать. Пелевина тоже. Ну, вот эти вот ребята, они философы, философы, конечно, так себе. Достоевский, Достоевский, он православный, да. Виктор Пелевин, он не философ, он даже антифилософ во многом. Все его высказывания, ну, многие его высказания образованы против философии. Не обязательно считать для входа философии. В качестве литературы интересные, можете ознакомиться и с Достоевским, и с Пелевиным. Но к философии они имеют довольно-таки посредственное отношение. Ларуш-Фуко, Максим и моральные размышления. Вы заметите, очень много этических текстов. Этика, во-первых, этика. Много этики. Много этики. Это эпиктиет, это этика. Сеника, это этика. И вот еще один этический текст. Максим и моральные размышления. Ларуш-Фуко, вообще передовой философ. Ну, конечно, не читаем. Тоже это вообще можно текст не читать. В принципе. Антуан, Де Сент-Экзюпери, ну, конечно. Кого же нам читать? Мы же с философией ознакомимся. Давайте маленького принца почитаем. Кстати, в маленьком принце есть интересные некоторые пассажи. Но, наверное, если вы хотите почитать философию, вы уже читали многие из этих книг. И если вы хотите прочитать какую-то более-менее философскую прозу, ну, по-настоящему философскую прозу, это, конечно же, игра в Бисер Гёссе хорошая философская проза. Вполне так сойдет, как философская проза. И то я не советую читать ее для вхождения в философию, потому что формулировка такая, очень такая утонченная. Марк Аврелий к самому себе, да. Еще один философ-стоик и еще один нравоучитель. Давайте, да, в общем, будем читать нравоучения. И в самом конце, самый плохой сборник, в общем-то, информации об истории западной философии, который когда-либо был написан известным философом. Это действительно довольно-таки плохой текст, в котором Бертран Рассел, известный мыслитель аналитической школы философии, известный, интересный, действительно очень много внесший в аналитическую философию человек, действительно хороший, хороший философ, но написал плохую книгу по истории западной философии, потому что сам не являлся историком философии. Да, вот тут, видите, последний, однако, не касается Гегеля, Нинча, также это не касается Платона, Аристотеля и многих других идеалистов, которых Бертран Рассел презирает, и это откровенно показывает в своих исследованиях. Ну, вы понимаете просто, кто такие Гегель, Нинча, Платон и Аристотель. Это просто основные персонажи того, что вы должны были прочитать и с чем должны были бы ознакомиться. И вот он их не очень любит, он их очень плохо описывает и очень предвзято к ним относится. И если вы будете рассуждать о Платоне и Аристотеле по текстам Бертрана Рассела, то вы будете говорить неимоверные глупости, и у вас будут совершенно неправильные представления. А вот учебник в 4 тома Антессерии и Реалия, западная философия от истоков до наших дней, в принципе, пойдет. Пойдет, он мне не очень понравился, он приемлемый, его читать можно. С его помощью можно готовиться, можно ознакомиться с философией, но правда 4 тома. Есть издания более лаконичные, более интересные, я их тоже перечислял в своих видео. Например, Колесников, да, у него учебники есть по истории философии, не только западные, по вообще истории философии. В одном томе он собирает представителей различных, в общем-то, направлений, из СПБГУ, кстати, преподаватель, хороший историк философии, и у него вполне такие хорошие учебники содержательные. Также я советовал еще один учебник, сейчас я посмотрю, какие учебники я обычно советую. Так, простите, 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 так, храм, ага, статьи, статечки, вот. А вот, вот что я вам советую взять. Вот, Гриненко, история философии. На мой взгляд, тоже очень хороший, вполне уместный учебник, который, ну, с которым стоит ознакомиться. Безусловно, стоит ознакомиться. И он значительно лучше, чем текст Бертрана Расселла. Ну, поскольку там хотя бы Гриненко не опускает, вот просто не унижает некоторых мыслителей, особенно фундаментальных, основополагающих. Ну вот, Олег опять нам предложил список. Список наполовину состоит из худших текстов некоторых мыслителей. Ну, слишком человеческо-хороший текст вполне можно. Ага, этика, фу. Дягин Лерский пойдет, Платон Диалоги пойдет, Эрик Фром, Олдекс, как если писатели пошли, писатели, три писателя. Ху, нет, зачем, его даже обычно не изучают в истории китайской философии, ну, редко его изучают, так скажем. Довольно часто его не касаются, потому что он поздний мыслитель, и вы вряд ли что-то вот, в общем-то, вы подчеркнете у него настоящий Достоевский Пелевин, ну, лол, Ларуш Фуко. Ну, вот, именно вот они, именно они, они должны быть, эксюпери, конечно. Ну, вы должны понимать, что это очень низкий уровень текстов с точки зрения философии. Дело не в том, что тексты должны быть определенно сложные. Тексты должны быть характерные. То есть, характерный текст, который свойственен для философии, ну, может быть, из всех, из всех перечисленных здесь текстов, которые так или иначе свойственны, характерны для философии хоть какого-то там периода, это тексты Платона, конечно же, и это тексты Фридриха Ницше. Под ним вы можете составить представление о том, как мыслил Платон и как мыслил Ницше. И это, может быть, два текста из пятнадцати хоть как-то могут и быть входной точкой в философию, дающих точку входа, точка входа в философию, да. Ну что, восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok